Откуда берется тревожность? Стоит пользователю заглянуть в информационные источники, как новые санкции, возросшие цены и политические интриги становятся частью повседневной жизни. На примере новости о закрытии воздушного пространства медиаисследователь Леонид Толчинский рассказал, как СМИ удерживают рейтинг. Новость на самом деле одна. Европейское воздушное пространство попало под санкционные все эти дела. Этот поток идет несколько дней на голову людей. И у людей создается состояние паники. Ужас какой-то. Весь мир каждый день только сидит и сочиняет против нас гадости. Хотя отчасти это верно. Но в данном случае мы одну новость дробим и растягиваем во времени так непрофессионально, что вгоняем людей в определенную панику. Новая волна социальной тревоги накрыла общество с началом спецоперации на Украине. В нее угодили не только те, чьи близкие оказались участниками событий, но и те, кто просто следил за новостями. Конечно же не нужно прятать, как страус, голову в песок. Ничего хорошего. Нужно подтянуть мышление. Нужно объективно воспринимать все, что происходит. Набраться психической энергии, силы на понимание всего того, что происходит. Подтянуть свою логику и выйти на объективное понимание того, что происходит. Это называется метод рациональной психотерапии. Знания снимают тревогу. Это первый подход. Не нужно злоупотреблять самовнушением. Внушаться можно, можно придумать, но реальность есть реальность. Конечно же необходимо заниматься делами, отвлекаться. Нужно чувствовать ответственность на том месте, где ты работаешь. Жизнь продолжается. И если у вас сила психическая уйдет на дела, на деятельность, у вас места для тревоги там не останется. Новости в интернете разлетаются за секунды. А телеграм-каналы оказываются быстрее официальных источников. В потоке уведомлений немногие задавались вопросом достоверности информации. А между тем предприимчивые блогеры уже планировали, как раскрутиться на нагнетании обстановки. Спасение утопающих – дело урок самих утопающих. Если ты тонешь в информационном потоке, в том числе, извините, в информационном дерьме, ну, в первую очередь, ты сам должен задуматься над тем, откуда ты взял этот поток. На 90% ты его сам себе и создал. Потому что мы ровно то поглощаем, на что сами подписались и что себе сделали доступным в качестве источника информации. Мы должны учиться такому, чему не учились раньше никогда – медийной гигиене. То есть мы должны… Мы же не лезем в грязь, когда идем по улице. Мы знаем, это неприятно, потом будет от нас пахнуть, потом нет, стираешь красивую одежду. Так и здесь. Не надо окружать себя большим количеством тех в достоверности, чего вы сомневаетесь. Психологи отмечают, если заложниками паники стали ваши близкие, постарайтесь не обесценивать их чувства. Вы слушайте человека, будьте рядом и постарайтесь вместе вернуться к положительным эмоциям. Ариана Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз.